Здравствуйте! С вами программа «Неделя города» и я, Марина Романюк. Смотрите в выпуске. В Рязани построят приют для бездомных животных. Вопросом бродячих собак заинтересовался губернатор региона. Финишная прямая. В школах идут выпускные экзамены. О результатах организации работы с животными без владельцев в Рязанской области в 2023 году. Первый вопрос на повестке дня на заседании правительства на этой неделе. Он же один из самых объемных. Потому что поговорить есть про что. В 2022 году губернатор Павел Малков дал поручение изучить проблематику ситуации с безнадзорными животными в регионе и выработать концепцию. Доклад – это подведение итогов ее реализации. Пока что промежуточные. В Рязани работа с бездомными животными проходит по принципу ОСВВ. Отлов, стерилизация, вакцинация – имеется в виду от бешенства – и выпуск. В прошлом году этим путем прошли больше 2000 собак. Больше 300 нашли новых владельцев. А 105 оставлены на пожизненное содержание. Видимо, были слишком агрессивными. По тем же причинам в прошлом году повторно отловили 45 собак. И оставили их также на пожизненное содержание. На все эти цели главному управлению ветеринарией региона выделено чуть больше 28 миллионов рублей. Актуальная тема, обсуждаемая в Рязанской области – это строительство приюта для безнадзорных животных. Подготовка правительной документации находится на завершающей стадии. Ориентировочная стоимость строительства составит 250 миллионов рублей. Вот, в первую очередь, приют в эксплуатацию запланирован на конец 2025 года. Хочу отметить, что приют будет государственным. При нем будет создана единая служба отлова для обслуживания всех муниципальных районов региона. На площадке приюта будет создана единая база животных без владельцев. Заработает единая горячая риня, на которую смогут позвонить жители по вопросам безнадзорных животных и владельцы в случае пропажи их питомцев. Главный же принцип, к которому стремятся в ведомстве – создание комфортной городской среды. Пока же количество нападений собак на людей сократилось на 9% за год. А бюджетных денег управлению с каждым годом выделяется все больше. Павел Молков отметил, что проблема с безнадзорными животными все еще остается актуальной. Ключевое решение пока – строительство приюта. 1 июня будет проектная документация, плюс 2 месяца на госэкспертизу. Этапность строительства будут обсуждать после. Говоря о строительстве, Павел Молков коснулся прошлых поручений. Например, о строительстве детского сада в селе Масалово Шиловского района. Строительство детского садика начато в августе прошлого года. Нарушений по срокам нет. Подрядчик выполняет все свои обязательства. Стараются строить опережающими темпами. Качество работы мы контролируем. Завершить и строительство планируем 31 июля 2024 года. В сентябре 2024 года планируем детей отправить в новый детский садик. Ответили на вопросы из социальных сетей. Устрая тема сейчас – обработка от непарного шелкопряда. У нас в 2024 году запланировано мероприятие по уничтожению или подавлению численности непарного шелкопряда. Мероприятие будет проведено на территории пяти лесничеств. Общая площадь обработки составит более 5,5 тысяч гектар. Данная площадь рекомендована Центром защиты леса Рязанской области. Государственный контракт на выполнение работы заключен 9 апреля текущего года. В весенний период 2024 года произошел быстрый набор температурного режима, что за собой повлекло раннее отрождение гусениц, после чего было принято решение начать обработку раньше, то есть не в 3 декабря, а раньше 15 мая. Но потом у нас наступили резкие заморозки, гусеница перестала развиваться и перестала кормиться. Значит, сейчас возновился температурный режим до определенной отметки, гусеница начала свое питание, и у нас обработка запланирована на 22 мая. На 22 мая, то есть завтра? Да. Понятно. Спасибо. В том числе Солочи, да? Павел Викторович, Солочи у нас входит в лесопарковый зеленый пояс, на территории которого у нас обработка пестицидами, гербицидами запрещена. Будет обработана совместная проявляющая территория. Традиционно обсудили статистику жалоб из социальных сетей. Тут все по классике. Дороги на первом месте. Жители ждут начала ремонта на улице Крупской. Второе место – система ЖКХ. Рязанцы просили перенести плановое отключение горячей воды в связи с похолоданием. Третий пункт – благоустройство. Тут речь шла про скос травы. Улицы Новосилов начали окашивать в выходные. Также в Дашках, Песочных мы окашивали Тимакова, Тимуровцев. Ну и эти работы будут продолжаться и в мае, июнь месяц. На следующей неделе, вернее на этой неделе у нас проводится работа по Зубкову, Мервино, Михайловское шоссе в Московском районе. На сегодняшний день мы эти работы проводим по графику. Вчера вот окашили в Верхний городской парк. Но сразу же подряд на организацию заставляем убирать с собой траву и сразу же мусор. Если необходимо будет еще дополнительные силы и средства, то у нас ДБГ может это делать, в том числе и своими силами, или мы можем привлечь ее к дополнительному подрядчику. Подвели итоги мероприятий уходящей недели. Фестиваль ГТО посетило больше 35 тысяч рязанцев. Это, кстати, больше, чем сдавали за весь прошлый год. Губернатор уже дал поручение Минспорту подготовить программу для следующего года. Да и фестивалем ГТО уже заинтересовались другие регионы, говорит Павел Молков. Хотят провести у себя такой же. Другая тема. Казанский образ Божьей Матери. Икона была в Рязани 19 и 20 мая. Молебен посетили 15 тысяч человек. Всего образ привезут 60 городов. Павел Молков уже побывал на заседании Всемирного Русского Народного Собора. И поделился опытом о том, как принимали икону в регионе. Жители Рязанской области столкнулись с нашествием мошек. Информация об этом появилась в районах региона. Жалуются на золевых насекомых и жители Рязани. Подробности в нашем следующем материале. Резкое потепление и обильное весеннее половодье в регионе. Такие возможные причины атаки мошек на Рязанскую область называют эксперты. Численность этих назойливых насекомых больше по сравнению с прошлым годом в связи с условиями их размножения в 2024-м. Разножаются мошки в проточных водоемах. На затопленных паводком участках обстановка для размножения насекомых и выживание их личинок оказалась благоприятной. Конечно, специально мы эту проблему не изучали. Но исходя из особенностей биологии этого вида, этого семейства, мы можем предположить, что такой высокий подъем численности связан именно с высоким уровнем разлива. Потому что мошки, основная часть их жизненного цикла проходит в воде. То есть яйцо, личинка, куколка у этих насекомых развивается в водной среде. И поэтому вот такие благоприятные условия, высокий уровень разлива могли повлиять на высокую численность этих насекомых. Жизненный цикл мошки составляет от двух до трех недель. Поэтому дискомфорт от нашествия этого насекомого продлится недолго. Кроме того, каким бы раздражительным фактором ни были мошки, для экосистемы они важны, рассказывают биологи. Они играют очень большое значение, потому что их личинки, куколки, служат кормом для рыб, например. То есть имак активно поедают птицы. То есть в экосистемах они являются очень важным таким трофическим звеном. То есть для природы это хорошо, но для человека не очень хорошо. Для того, чтобы пережить это время без последствий, стоит запастись репеллентами. Благо ассортимент в магазинах позволяет выбрать подходящие конкретно по видам насекомых. Средством от мошкары могут стать и подручные средства, которые есть на кухне у любой хозяйки. Ванилин можно использовать для защиты от назойливых насекомых, растворив его в воде и опрыскав сладким составом открытые участки кожи. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязанском ручье покраснела вода. Такое сообщение появилось в социальных сетях. Речь идет о ручье Быстрец, что в Кольном. Сообщили об этом местные жители. Эти фотографии были сделаны в начале дня 20 мая. Видно, что ручей красно-кровавой линии идет через зеленые лесопосадки. На сообщения в социальных сетях отреагировала Минприроды. Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно со специалистами Министерства природопользования Рязанской области произведен осмотр участка местности акватории ручья Быстрец в районе улицы Верхняя города Рязани, в ходе которого зафиксированы признаки загрязнения данного участка местности водоема. В природоохранной прокуратуре с привлечением специалистов контролирующих органов будет организована соответствующая проверка, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер реагирования. Впереди взятие проб, чтобы установить причину загрязнения. Напомним, в прошлом году ручей Быстрец тоже был в центре скандала. Тогда, кстати, тоже в середине мая, в ручей попали сточные воды, сообщали очевидцы. Цвет воды изменился на белый. Тогда специалисты также взяли пробы воды для анализа. Рязанские девятиклассники начали сдавать ОГЭ. Основной экзаменационный период продлится до 2 июля. На этой же неделе выпускники девятых классов сдали основной государственный экзамен по иностранному языку. Одной из площадок проведения стала гимназия номер 5. В воздухе витает волнение. Девятиклассники в сборе до начала экзамена практически час. В этом году в основной период ОГЭ сдадут более полутора миллионов школьников. Сегодня пятая гимназия встречает тех, кто выбрал английский язык в качестве одной из двух дисциплин на выбор. Всего 30 человек. Одно из основных правил испытания – сдавать экзамен придется не в стенах родной школы. Поэтому ученики девятых классов гимназии иностранный язык сдают в 64, 57 и 33 школах. Списки детей, организаторов и учителей всегда подают заранее. А еще уже не первый год на ОГЭ и ЕГЭ присутствуют общественные наблюдатели, рассказывает руководитель пункта приема экзамена Надежда Савченко. Наблюдатели у нас каждый год присутствуют на каждом экзамене. Это в основном родители восьмиклассников. То есть родители могут уже за год посмотреть, из чего состоит процедура экзамена, как эти экзамены сдаются, какая обстановка. И может быть успокоить своих детей, что не так все страшно, что мы все стараемся делать для того, чтобы уменьшить у детей стресс, чтобы они спокойнее сдавали, успешнее, не волновались. Для того, чтобы получить аттестат об основном общем образовании, девятиклассники должны сдать два обязательных учебных предмета – русский и математику, и два предмета на выбор. В этом году самыми популярными дисциплинами стали общество знания, география, информатика и биология. Учителя уделяют достаточно пристальное внимание подготовке к этой форме экзамена. Это и работа с открытыми заданиями, эти базы, они, в принципе, известны, с ними можно работать. Это и работа с заданиями прошлых лет. Это проведение, ну, давайте назовем это пробного или репетиционного ОГЭ, по всем предметам, которые дети выбирают. Поэтому они могут познакомиться в это время и с процедурой заполнения бланков, и с технологической процедурой проведения экзамена, оценить свои силы, насколько они готовы к выполнению этих заданий, где какие проблемы у них возникают. И учителей еще остается время для того, чтобы перед экзаменом, ну, подкорректировать те проблемы, которые в ходе вот этих пробных экзаменов выявляются. Эксперты региональной предметной комиссии приступят к проверке работ уже завтра. Результаты станут известны в течение 10 дней. В этом году экзамены пройдут в 85 регионах России и в школах 58 зарубежных стран. Продлится аттестация до 2 июля. Следующие предметы, которые сдадут девятиклассники – биология, общество знания, химия и информатика. Основной экзамен по этим дисциплинам пройдет 27 мая. Выпускники из новых регионов в этом году без ОГЭ. Для них предусмотрен формат промежуточной аттестации. Для 11 классов экзамены начнутся также на этой неделе, 23 мая. Закончат сдавать ЕГЭ в этом году 21 июня. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». По традиции, купальный сезон в области стартует 1 июня. Информацию об этом разместили на сайте городской администрации. В 2024 году обустроят пять пляжей. Речь идет о Барковских карьерах, реке Старице и Ореховом озере. Напомним, последнее место отдыха закрывали – на реконструкцию. В этом году на Орешке плавать уже будет можно. Подробности в следующем материале. Лесопарк Ореховое озеро стали участниками нацпроекта по формированию комфортной городской среды. В результате любимый многими рязанцами пляж Орешек увеличился более чем в 20 раз. По программе реконструировали зоны отдыха, а также обновили песчаную насыпь. В прошлом году были выполнены работы по расширению пляжной зоны, установки раздевалок, малых архитектурных форм, закуплены лежаки для купального сезона, беседки, установлены деревянный настил из лиственницы. После разлива сейчас совместно с подрядчиком, с городскими службами дирекции благоустройства города пляж вводим в эксплуатацию, подготовительные работы ведем. Сбор иловых отложений, просушка деревянных настилов и ремонт малых архитектурных форм. Все работы выполнены уже более чем на 50%. По словам администрации, к купальному сезону, который в нашем регионе стартует 1 июня, Ореховое озеро подготовить успеют. Сейчас вводим в эксплуатацию пляж, берем пробы воды, будет установлена вышка, наличие спасателей на пляже, и все нормативы будут соблюдены. Для времяпрепровождения установлены как раз беседки, но в шашлыке, конечно, разведение огня у нас невозможно. В этом году городских пляжей будет 5 – на Ореховом озере, на Барковских карьерах и на реке Старице. На каждом месте отдыха будет спасательный пост и медицинский пункт, санитарно-гигиеническое и пляжное оборудование. А в местах, где плавать нельзя, установят запрещающие таблички. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В этом году исполняется ровно 10 лет с момента возрождения проведения комплекса ГТО «Готов к труду и обороне». Физкультурно-спортивный комплекс был утвержден еще в СССР как альтернатива Олимпийским играм. Как и тогда, сейчас обладателями значков ГТО становятся люди разных возрастов и профессий. Наша съемочная группа побывала на фестивальной гонке, которая прошла в лесопарке. Встречи с чемпионами, экстрим-фристайл, интерактивные зоны и мастер-классы. Фестиваль ГТО – это не только спортивные нормативы, но и разноплановые мероприятия для всей семьи. Физкультурно-спортивный комплекс здесь сегодня сдают как в командах, так и индивидуально. Вообще, сам фестиваль стартовал еще месяц назад и собрал порядка 23 тысяч человек на более чем 100 мероприятиях. Заключительный этап назвали «Гонка ГТО» и провести его решили в лесопарке. ГТО сдаю первый раз, ежедневно гуляем по лесопарку, увидела вот такие красивые локации, думаю, почему бы не попробовать. Заранее посмотрела все нормативы и такая, я смогу без проблем. Активный образ жизни, ну да, веду уже давно, занимаюсь, мне нравится. В этом вся жизнь, мне кажется, это так. Веду активный образ жизни, первый раз, да, вместе с мамой, мама предложила. Поэтому мы решили на такую авантюру с ней именно прийти. Активный образ жизни веду, четыре раза в неделю стандартно спортзал, ну и велосипед это не исключение, поэтому катаемся чуть ли не каждый день. Среди участников были и те, кто попал на мероприятие случайно. Лесопарк – излюбленное место рязанцев, где в теплое время года отдыхают сотни горожан разных возрастов. Для тех, кто не готов был сдавать нормативы, тоже были интересные активности. Игровые зоны для детей, локации с настольным теннисом, шахматами, фотозоны, показательные выступления и соревнования по современным танцам и экстремальным видам спорта, а также творческие мастерские. Мы на роликах приехали кататься, мы не знали о фестивале, а получилось, что попали на него. Мы очень рады, что такое мероприятие проводится, это очень круто, что так много людей, которых сближает спорт. Мы во многом поучаствовали, мы останавливались, смотрели, участвовали. Это потрясающий день. Параллельно с забегами для зрителей и гостей фестиваля прошли открытые тренировки по боксу, йоге, зумбе и пилатесу. А в центре под мостом лекторий 40-кратного паралимпийского чемпиона России по легкой атлетике и плаванию Сергея Бурлакова, который поделился своим видением нововведений в нормах ГТО. Чтобы там были включены ребята с ОВЗ, с ограничением возможностей по здоровью, чтобы были разноработаны нормативы сдачи ГТО для разной нозологии, и для слепых, и для опорно-двигательного аппарата. Правда. Искренне бы хотелось, потому что это те же самые граждане. Я себя беру, у меня нет значка ГТО. Я искренне бы хотел получить значок ГТО. Фестиваль ГТО планировали заранее. В правительстве Рязанской области прорабатывали каждую деталь. По словам губернатора Павла Малкова, задумку удалось воплотить в жизнь целиком и полностью. На мой взгляд, получилось все здорово и ровно так, как мы хотели. Настоящий спортивный праздник. Здесь достаточно сказать, что цифры говорят сами за себя. Если за весь прошлый год у нас ГТО сдало по всей области 2-2 с небольшим тысяч человек, то сейчас вот только за время проведения фестиваля ГТО за месяц почти 35 тысяч человек. Самое главное, что мы привлекаем внимание к спорту, привлекаем внимание к здоровому образу жизни. И важно, что это не какая-то разовая акция. Мы обязательно сделаем теперь это мероприятие ежегодным. Будем только наращивать темпы, увеличивать объемы. И рассчитываем, что все, кто в этом году принимал участие, обязательно продолжат тренировки, будут принимать участие в следующем году. И присоединится еще большое количество людей, большое количество жителей нашей области. Главная идея фестиваля – привлечь рязанцев к активному образу жизни и занятию спортом. Причем речь идет о разных возрастных категориях, начиная с юного поколения и заканчивая пенсионерами. В завершении фестиваля губернатор области Павел Малков вручил рязанцам золотые знаки отличия, а победителям гонки ГТО – медали и кубки. Высокие результаты в нашем регионе при тестировании индивидуальных нормативов показали 20 человек. Спортивный праздник завершили концертной программой с участием региональных творческих коллективов и группы «Добро». Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». С 20 мая по 2 июня 2024 года при поддержке Банка России в регионе проходит всероссийская акция «Монетная неделя». Ее задача – вернуть в оборот монеты, которые осели в копилках россиян. Это ни много ни мало – 72 миллиарда монет. Антон Лаврентьев в банк пришел с небольшим мешочком мелочи. Внутри 50 и 10 копеечные монеты, плюс рублевые и двухрублевые. Забрал где-то мешок, накопилось, где-то на сдачу собирал банку, так потихоньку накопил за год. По прикидкам Антона, насобирал он не больше сотни. Всю мелочь высыпают в специальный автомат. Сумма рассчитывается автоматически, а мелочь сортирует по номиналу. Как итог, Антон Лаврентьев насобирал. Обменять тяжелый груз монет на легковесные купюры можно в рамках акции «Монетная неделя». В эти дни мелочь меняют без комиссии. А итоговую сумму можно получить как наличным, так и безналичным расчетом. То есть сразу на счет. В рамках акции рязанцы могут принести монету в офисы банков-участников. Заранее желательно ее разложить, чтобы эту операцию провести гораздо быстрее. Обменять можно либо на банкноты, либо положить на счет. Условия участников банка можно узнать будет в каждом офисе, обратившемся для обмена. Монеты можно принимать как окисленную, погнутую, поцарапанную, потемневшую. Самое главное при себе иметь паспорт. Основная задача «Монетной недели» – вернуть в оборот монеты, которые осели в копилках россиян. В обращении сейчас больше 72 миллиардов монет. Это в среднем по 500 штук на одного жителя страны. Проблема в том, что большая часть этих монет не используется. Как результат, страдает точность расчетов. На чеканку новых монет тратятся дополнительные средства. Условия акции в каждом банке могут отличаться. Например, в некоторых могут предлагать сувениры или памятные монеты. Конкретные условия можно уточнить на сайте монетнанеделя.рф. В прошлом году во время акции «Монетная неделя» жители Рязанской области сдали в банк 170,5 тысяч монет. Ученики подшефных региональному управлению Росгвардии классов школы номер 38 города Рязани сдали итоговые зачеты. Мероприятие, приуроченное к окончанию учебного года, а также ко дню защиты детей, состоялось на базе учебного центра Росгвардии. Это показательные выступления для младших товарищей. На плацу воспитанники движения «Гвардейская смена». Они показали элементы рукопашного боя и зарядку. А после стартовал основной этап для кадетов подшефных Росгвардии классов – сдача итоговых зачетов. На плацу воспитанники подшефного Росгвардии 8-го Б-класса. Строевая – это первый этап сдачи нормативов. Начали старшие товарищи штаба показать пример младшим. После построения и прохождения с песней элементы куда сложнее. Сборка и разборка автомата Калашникова на диване ОЗК, общевоскового защитного костюма и противогаза – правильность выполнения каждого упражнения оценивали судьи. Это сотрудники Росгвардии и педагоги школы номер 38. В рамках этой аттестации заметен прогресс, которого достигли кадеты в течение года. Мы видим явные улучшения, тем более, что в этом году мы приехали еще большим составом, почти 80 кадетов нашей школы, 3 кадетских класса и все успешно преодолели аттестацию. Важный этап на зачетах – медицинская подготовка. Школьники разбились на команды, ребята накладывали повязки и шины, проводили сердечно-легочную реанимацию, а также организовывали эвакуацию раненых. Мы готовимся целый год и почти все у нас сдали экзамены. Впечатление на самом деле было очень интересно. Мне каждый раз нравится принимать в этом участие. Финальный зачет – соревнования в Бейге на короткие и длинные дистанции. Судьи отметили, что ребята очень старались и показали достойные результаты. Ребята сдали зачеты по основным предметам военной подготовки, показали довольно-таки уверенные и хорошие результаты. Мы надеемся, что следующий учебный год пройдет не менее плодотворно и ребята улучшат свои показатели и в физической подготовке, и в вопросах огневой подготовки, медицинской, ну и других направлений военного обучения. Наиболее отличившимся воспитанникам подшефных классов на плацу учебного центра сотрудники Росгвардии вручили благодарности, золотые и серебряные значки «Кадет России». На этом все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин